Наш фестиваль и фонд Олега Митяева учредили премию «Дежурный по апрелю», обладателями которой станут люди, чей вклад в отеческую культуру в области поэзии, музыки и высоких общечеловеческих идеалов является бесценным народным достоянием. Вот он, красавец. Пока премия выглядит вот так, дорогие друзья. Мы ее будем, надеюсь, вручать ежегодно и представляем первых наших номинантов. Ой, лауреат! Лауреат! Конечно же, в год 90-летия Булата Акуджавы мы назначаем дежурным по апрелю самого Булата Шаловича. И, конечно, мы передадим эту премию музею и Ольге Владимировне Акуджава. С благодарностью за бережное хранение для нас наследия поэта. Аплодисменты! Премия дежурная по апрелю вручается поэту, лауреату премии Булата Акуджавы Дмитрию Антоновичу Сухареву. А вручает премию народный артист России, обладатель премии «Оскар» за фильм «Оскар слеза не верит» Владимир Меньшов. Премию внести. Внесите премию, дети! Ой, это не дети. А на экране она большая такая. Дмитрий Антонович исполняется в этом году 80 лет. Не мне. Не мне. Не, мне в этом году 84 лет. А вы гляньте на 80. А маме на 60. В общем, когда ему было 15 лет, мы делали фильм «Москва слезам не верит». И тогда возникло... Ну, с самого начала это бывает так. Мучаются, что там какая-то песня должна быть. Песня, песня. Картина снимается, песня не появляется, мысли не рождаются. Ну, в конце концов, мне посоветовали позвать Сергея Никитина. И Сергей Никитин пришел на просмотр уже близкого к окончанию материала, что песня-то нужна все-таки, вот там на титрах какая-то. И он пришел вместе с Дмитрием Антоновичем, которому было, значит, тогда 49 лет. А я думаю, это всего 45 лет. Но, правда, он был доктор биологических наук. В общем, действительно, уже надо было бы... По всем делам... Сейчас я не знаю, академия, нет? Да, конечно. Да. Если бы в академии был порядок, то он был бы, конечно, академий. Но в итоге они посмотрели этот вот фильм, вышли достаточно как-то растерянные, воодушевленные. Буквально через несколько дней мне раздался звонок, меня позвали в гости. Выяснилось, что Дмитрий живет совсем недалеко там от меня, по-моему, где-то метро Павловска, правильно, да? И я едва не пешком дошел тогда, мы в том районе жил, и они мне показали песню. Вот вы знаете, где-то у Вахтангова есть такое выражение в связи с чем-то он очень здорово сказал. «Угадана гармония». Какой-то спектакль там она видела или что. Я сразу сердцем почувствовал, что угадана гармония будущего фильма. Она действительно сразу соединила материал, все сделала, и эта мелодия потом пронизала всю картину. Но, надо сказать, вот в Кубе она была угадана, это в тексте Дмитрия Антоновича потому что там было волшебное слово «Александр». «Александр» — это только во второй серии появляется, как она будет звучать, эта песня перед началом фильма на титрах. И они на меня так сочувственно посмотрели оба. И тут я подумал, «Боже, да это же действительно великий ход поэтический, но когда еще у этой «Александры»?» В замысле нету, неизвестно откуда, а уже в начале фильма «Александра». Это роскошный поэтический ход, с которым я поздравляю. «Александр» — это роскошный поэтический ход. Но должен вам сказать, что он на одну юбиляра, извини, на юбиляра не ровный счет, но перед уходом от него я еще получил книжечку, небольшую, стихов Дмитрия Сухарева, превосходных стихов, прямо скажу, вот сейчас он мне во второй раз подарил уже более толстую книжечку, и я с громадным удовольствием ее прочту. Это очень хороший поэт. Мало того, что академик. Дима, я вручаю тебе эту награду. Как будто свой Оскар отдал. Я поздравляю тебя за тренированный дар, у нас еще есть возможность в следующем году. Спасибо. Но у нас так много ровной даты в этом году, что кто-то должен был не ровный. Спасибо. Спасибо, Владимир Валентинович. Владимир Валентинович Мельшов. У меня, конечно, не так много лет, как Александру Вертинскому. Ну, тоже, в общем, немало. Но когда я был гораздо моложе, у меня, как и со мной, как и со многими моими друзьями, случилось событие. Очень важно, я впервые попал на Грушинский фестиваль авторской песни. И после того, как я там побывал, я написал стихотворение, которое я хочу вам сейчас здесь прочитать. Оно называется торжественно «Фиеста». Забудуль пеструю лавину, катившуюся в котловину, на наше сдержанное «Ах!» По склону барды мчались бодро, мелькали борды и бедра, скакали спальники и ведра, гитары прыгали в чехлах. Какие ждут нас дни и ночи! Нет здесь ни Цопот, и ни Сочи, и мы иные, мы охочи до песен собственных кровей. Певцы, певуньи, вы все теле, откуда вы поналетели? Пред циклопичностью затеи рази, нурот, как муравей, держись, мураш, крепи рассудок, забудь про сон на трое суток. За ситуацией следи, и вак разбит, котлы дымятся, уже тылы к огню теснятся, битвы и стомою томятся, чехлы долой, теперь иди. И, глядя в очи юным феям, я шел с пудатым калифеем, я брел среди ночных костров, ночных шатров, ночного бденья, я шел и делал наблюденья, и все балдел до обалденья, и бормотал обрывки стров, и чудно было мне и сладко, мы шли, и каждая палатка свой стиль, свою являла страсть. На вазе служат нашей музе, иначе, чем в казанском вузе, но состоя в одном союзе, поют и те, и эти в сласть. Так что ж поют? Поют, что надо, чужого нет, Булат, Гренада, и молодые имена, и мы с тобой имеем место. Какая дерзкая фиеста, какая странная страна, немыслима, необъяснима, о вы, кому недомыслима, в незамусоленной глуши я вас люблю, и этот праздник писать желание раздразнит для вас, что значит для души. Да я люблю вас, в этом дело я ваш, и мне не надоело тянуться к вашему огню, а если петь, то с вами вместе, а песня — это дело чести, а чести я не вроню. А дым Отечества так нежен, когда он с вашей песней смешан. Спасибо вам и за него, не фемиан и не завес, он просто дым, он запах леса, он ест глаза. Да что стало! Спасибо! Спасибо! Вместе Антонович, дорогой! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ